Недельная глава Когда существовал Санедрин, казнь производили не специальные палачи, а сами свидетели, которые это видели. В общем-то есть такое понятие лжесвидетель. То есть если человек лжесвидетельствует, его могут наказать примерно тем же. Есть несколько уровней восприятия этой реальности. Самый высший это разницы между нашей природой и чудесами нет. Второй уровень, когда человек пытается максимум прикладывать усилий, но при этом полностью надеется на Всевышнего, абсолютно. Он понимает, что все от него, но он при этом прикладывает какие-то весомые усилия. Причем нам кажется, что как будто здесь Бог не участвует. Человек такой, на самом деле, если бы ему не показывали чудеса, может быть у него была проблема с верой во Всевышнего. Далее Маша пророчествует, что еврейский народ будет грешить по-любому. При этом они потом получат за это наказание. И потом все признают, что Всевышний существует. Что такое вообще на самом деле грех? Мы можем думать, вот грех, это что-то плохое, и нас за это закопают и все такое. Ах, там, заповеди, то, что мы сделаем хорошо, мы из этого получаем награды. Типичное понимание. Но нет. На самом деле, если человек делает полноценную шву из любви к Всевышнему, эти грехи превращаются в заповеди. Есть такое выражение, что семь раз праведник упадет и семь раз встанет. Шабаб шалом.